Вокруг каждого заряженного тела существует электрическое поле. Если в поле заряженного тела внести другое заряженное тело, эти тела начнут взаимодействовать, притягиваться или отталкиваться друг от друга. Сила их взаимодействия будет зависеть от расстояния между заряженными телами. Чем ближе друг к другу расположены заряды, тем сильнее они будут притягиваться или отталкиваться, то есть тем сильнее будет их взаимодействие. Пронаблюдать подобную зависимость несложно, если два разноименно заряженных шарика расположить на некотором расстоянии друг от друга, то они притянутся. Поскольку шарики подвешены на нитях, они отклонятся на некоторый угол от своего первоначального положения. Уменьшим расстояние между шариками. Притяжение между ними при этом увеличится, и увеличатся их углы отклонения. Это говорит о том, что сила, с которой действует электрическое поле каждого из зарядов на другой заряд, увеличилась. Сила, с которой электрическое поле действует на внесенный в него электрический заряд, называется электрической силой. Электрическая сила, с которой взаимодействуют заряды, зависит также и от значения зарядов. Если теперь заряды шариков увеличить и вернуть их на первоначальное расстояние, то можно увидеть, что заряженные тела притянутся сильнее. Иначе говоря, чем больше значение взаимодействующих зарядов, тем больше электрическая сила, действующая между ними. Электрическая сила, как и любая другая сила, имеет направление. Разноименно заряженные тела притягиваются, и силы, действующие на них, направлены вдоль прямой, соединяющей тела, навстречу друг другу. Одноименные же заряды отталкиваются, и приложенные к ним силы направлены в противоположные стороны.